Рождество Твое, Христе Боже наш, Во сиянье свет разливал, В небо звездам служащих, Звездой учатся, Тебе кланится, Солнцу правды, И Тебе ведите сердца Твостока, Господи, слава Тебе! Аминь! 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 Мир Вам всем! С Рождеством Христом! И Вам! С Рождеством Христом! Теперь поздравляем! Итак, начнем, продолжим наше занятие. Деяния Святых Апостолов, 17 глава, с 16 по 21 стихи. Александр Цихоцкий, читайте. В ожидании их в Афинах... Меня слышно? Плохо. Поближе. Давайте, наверное, тогда я... Ну-ка, давай еще раз. Еще давайте. В ожидании их в Афинах Павел возмущился духом при виде этого города. Слышно? Да, да. Да, нормально. Полного идола. Итак, он рассуждал в синагое с иудеями и с чтущими Бога, передневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпокурейских и эстоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать это свое слово. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благословывал им и Иисус, и воскресенье. И взяв его, привели в Аерапах и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Либо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Почему хотим узнать, что это такое? Афиняне же, все и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Толкование. Разумеется, здесь не гнев, потому что дар благодати далек от гнева и негодования. Был возбужден, не мог сносить, тревожился. Эти курильцы говорили, что все существует без божественного промысла. Философы не смеялись над ним, когда он говорил это, потому что они и не понимали ничего из того, что говорилось. «Да и как могли понимать апостола люди, видевшие Бога в теле, а блаженство в плотских удовольствиях?» «Да и как могли понимать апостола люди, видевшие Бога в теле, а блаженство в плотских удовольствиях?» «Думали, будто под воскресеньем он разумеет какую-либо богиню, так как и женщин, некоторых почитали за богиню, не с тем, чтобы научиться от него, но с тем, чтобы наказать его. Вели его на то место, где производится суд над убийцами». «Ареопагом» или «Ареевым Марсовым холмом» называлось это место, потому что здесь «Арей» или «Марс» был наказан за прелюбодеяние. Погом же называлось «возвышенное место», так как судилище это находилось на холме. Следует заметить, что философы эти, хотя все время проводили беседы и слушали других, считали, однако же, сообщаемое Павлом новостью, которую они еще не слыхали. Если бы он проповедовал, что распил вверх, то слово его было бы не новостью, а так как он говорил, что был раз и восстал Бог, то говорил действительно новое. «У меня вопрос сразу. Здесь вот толковательное нам такое предложение. Как раз вот Александр его два раза прочитал. «Да и как могли понимать апостолы люди, видевшие Бога в теле, а блаженство в плоских удовольствиях?» «О чем здесь говорится-то, видевшие Бога в теле, о Христе, что вот эти философы Христа видят, что ли?» «Нет». «А о чем?» «Бога в большой губке написано. Говорит, Вечер». Дело все в том, что язычество предполагало богов, причем множество, на все виды деятельности. Поэтому, когда люди отступили от познания истинного Бога, единого, то все виды деятельности, всякие непонятные им вещи, они должны были как-то объяснять. И, конечно, это все легко объяснялось, если кто-то делал что-то необычное. Вот тут как раз о Марсе рассказывается. «Марс» или «Арес» — это одно и то же имя. Это человек, который когда-то был воин, и тогда он совершил прелюбодеяние, его за это казнили. Но так как он был великий, видать, тогда воин, его начали превозносить, и со временем курт поклонения явился такой. Потом сделали образ и так далее. Об этом хорошо написано в Ветхом Завете. Ветхий Завет это описывает. Это в книге Сераха описывается. В притчах. Давид об этом говорит в своих псалмах. Об этом Ветхий Завет постоянно об этом говорит. Что язычникам нужны были боги. И вот они их делали изо всего. И из тел животных, и тела животных были прообразом этих богов. Иудеи тельца сделали золотого. Ну, потому что нужно было кому-то поклоняться. И здесь то же самое, поэтому говорится о телах. Эти философы, они были греки, которые поклонялись множеству богов. До сотен богов доходило. И женщины были. И это были тела. То есть тела это плоть была. То есть когда-то видимое существо живое. Чаще человек, потому что легче было объяснить, показать. Тем более, что все должно было благолепно быть. Чтобы нравилось. Или очень-очень хищно. Как вот, допустим, геркулес. У него на голове был одет такой, ну, колпак такой в виде головы льва. Но это и был лев, которого он когда-то убил. Все и так его изображали с огромной дубиной. Огромной кучей мышц на теле. Другие там были с другим там каким-то оружием. А, допустим, боги в Палестине, они изображались кто жабой. Кто там человек в виде льва, там голова человека, сам лев. Это вот египтяне там, допустим, сфинкцы, вспомним, тоже. То есть вот здесь говорится именно об этом. Понятно. То есть, ну, меня-то смутило, что бога с большой буквы написано. Грамотнее было бы написать, что они видели бога с маленькой буквы, ну, в телах. Потому что или... Ну, они истинного бога-то я не знаю. Поэтому грамотнее было бы бога здесь с маленькой буквы указать. Ну, на мой взгляд, а не с большого. Чтобы не было вот такого смущения. Ну, понятно. Кто-то еще хочет, как бы сказать? Да, Михаил? Ну, для эпикурийцев было самое главное наслаждение. У них написано было, гость, тебе здесь будет хорошо. Здесь удовольствие, высшее благо. То есть жизнь, она должна получать, доставлять удовольствие. Они не боялись смерти. Где эпикур умер там он, где Ваня там умер он. Ну, в общем, они... Пока живешь, наслаждаешься жизнью. То есть для тела, для плоти все. Я хотел тут вообще этот отрывок посмотреть. Это одно из мест редких, где можно посмотреть, как правильно благовествовать. Вот сейчас там много идет в ролик, ролики у нас идут, как мы ходим и распространяем Евангелие. И немного там есть и благовестия. Но многие выходят и говорят, что у вас неправильное благовестие. То есть как определить, правильное или неправильное? Ну, только через Слово Божие. А оно редко показывает, как правильно благовествовать. Или жития святых взять. То есть нужно тут самокупность какую-то брать, вот святоотеческой литературы. Ну, а здесь само Слово Божие прям говорит, как это было. Вот ходит апостол Павел в Афинах. Ходит по площади, где много народу написано. Толкается между ними раз много. И сталкивается с теми, с другими. И почему он дошел до философов, а не простой народ? Это очень важно. Потому что как раз простой народ, селяне, воины, ну и другие, кто там были, ремесленники, горожане или поселяне, фермеры. Они приходили как раз набраться мудрости вот у этих философов и у этих стоиков. То есть те, кто были в школах. Это как сейчас в Китае. Очень много школ там философских, гуддийских, конфуцианских и так далее. И простой народ там, допустим, вот известно очень, шаолинь. Зеленый лес переводится, китайская. И туда в этот монастырь приходят, чтобы вот набраться мудрости, жизненной концепции какой-то и дальше как цель жизни. Продолжать жизнь. То есть люди пытаются найти духовное там, где его нет. Ну что мы можем сказать? Человек всегда стремился к лучшему. Здесь человек уже чего-то достиг определенного или не достиг. Он понимает, что нужно чего-то достичь, это неправильно. И идет туда, к чему знает. Вот они приходили именно к философам, послушать эти люди. И поэтому Апостол правил и правильно, что он беседует с теми людей, от которых может потом, если он обратится, может очень много блага произойти. Этот человек потом может разнести слово Божие очень быстро. И мы видим, что так и получилось. Когда Дионисий обратился и порфиропродательница Лидия. Два человека всего. Когда мы дальше прочитаем все это? И поэтому где нужно обращаться? Среди людей. Где больше всего людей? Вот когда мы были вчера, там 150, около 150 евангелий мы распространили на Рождество. Беседы там были небольшие с людьми. О Христе рассказывали. И люди выходили. И самое главное, люди выходили из храма. Из храма выходили и прямо на нас нарывались, когда шли в магазин. За продуктами уже из храма. И самый большой наплыв был тогда, когда мы подъехали. Господь так сделал. И потом, как резко люди пошли, так резко все прекратилось. Сразу людей нету. И только мы стали читать. Я говорю, давай почитаем Рождество теперь людям. Как раз закончились у нас Евангелия. А некому читать. Все, никто не выходит ни туда, ни сюда. Вот так получилось. Поэтому надо идти там, где люди, скопления людей. Еще лучше там, где люди, которые для этого народа что-то значат. Но что сейчас, кто эти люди? Какие вот у нас, допустим, в русском народе люди, которые могут донести Слово Божие. Это, конечно, священники. Они должны донести Слово Божие. Но мы этого не видим. Они не толкаются среди людей. Они сделали наоборот. Построили здания. И теперь ждут, когда к ним люди придут. То есть не так апостол Павел поступал. Мы и дальше увидим. Он приезжал, собирал людей. И потом эти люди, которые были вот в этом здании церкви, общины, они потом дальше на благовестие посылали Сима. Ну а как они действовали, мы теперь можем их потомки сказать. Но очень плохо они действовали. Потому что до нас ничего не дошло, как они проповедовали. Но он дошло, как проповедовал апостол Павел. Первопроповедник, будем говорить. Один из первопроповедников. Ну а мне хотелось бы вспомнить как раз на Рождество одна ревностная прихожанка вот этого храма подошла, схватила нашего брата Никиту за руку и повела его в храм, ко священнику-то. И Володя... Говорят, что он распространяет Евангелие неправильно. Она пошла жаловаться священнику на него, что вот он бдительность такую проявил, а вдруг это сектанты. Ну батюшка узнал это. Говорят, это Лапкинса им можно. Нет, не Лапкинса. Или как вам сказал? Потеряются. Он говорит, это из потеряевки, говорит, им можно. Ну вот такая история. Жаль, что вот мы не засняли сей момент. Но то есть уже за нами бдят, внимательно наблюдают. Что-то не гонят вдруг. Ну вот могу пример сказать. Вот у меня мама, она в деревне Бугачево под Красноярском живет. И вот такие же Евангелия, как мы распространяем, среди людей привезли в их храм. Но она там одна из уборщиц этого храма. Храм большой, его надо убирать. Вот они там несколько женщин ходят, прибирают после службы везде, когда свободные. И вот им привезли больше трех тысяч, она посчитала, таких Евангелий. Вот как мы распространяем. Я говорю, ну и как вы распространяете? Она говорит, мы распространяем. Я говорю, а как? Она говорит, ну вот люди приходят к нам, мы им предлагаем взять. Вот они берут. То есть опять же, нету именно того шага, о котором сказал Христос. Когда сказал, идите и научите. То есть нужно выйти из храма. А они опять сидят. Я говорю, мам, ну сколько у вас еще? Она, да сколько, ну несколько сот штук может отдали. А там еще весь угол, говорит, заваленный у нас Евангелиями. Я говорю, ну а если бы нам приехать там у вас распространить, как ты считаешь, там несколько человек? Она, так это надо же с батюшками. Вдруг батюшки-то не разрешат еще? И она совершенно права. То есть вот такие курьезные моменты. Нам не хватает Евангелий. Потому что мы к народу выходим, который не знает Христа. Они язычники, колуязычники. Среди них и философы, и историки, и кого только там нету. И марсиане эти, которые любодействуют. Всех надо снабжать Евангелем. А ждать священнику или патриарху стоять вокруг там, когда к нему все соберутся, ну это немыслимо просто. Даже президент будет сто раз захотеть, а не один раз на Рождество. И то люди не пойдут все равно. Скажут, ну это лицемерие, это понятно нам все. Это мы сами таки, да хоть закрестись скажут там, там надолго ли дураку стеклянный лоб и так далее. То есть все это мы знаем уже. Надо идти, вот как это делал апостол Павел. И трудиться среди людей, беседовать с людьми. И тогда правильное будет благовестие. А вот это рассуждение, правильно там, неправильно. Если ты сам не идешь и не можешь поделиться ничем, так лучше тогда уже поступать как апостол Павел. нежели придумывать самому неизвестно что. Ну а как говорят, не всем дано. Вот не дано мне еще. Уступился он как-то. Можно еще? Ну да. Хочу сказать, не дано это потому, что мы экзаменов не проходим по изучению Слова Божьего. Вот я помню, как экзамены сдавали мы в школе. И найдешь на экзамен, и руки дрожат. Потому что, ну ты знаешь, сейчас тебя по-настоящему будут спрашивать. А ты должен по-настоящему отвечать. Потому что тебе нужно входить во взрослую жизнь. И ты понимаешь, эти два плюс два, два умножить на два и так далее. Это все уравнения, дроби. Они тебе уже по-настоящему нужны. Не детство это. Так вот, если бы мы спасались по-серьезному. Не так, как по-детски. И знать Слово Божье нужно было не как в семинарии сейчас спрашивают. А так, чтоб ты сам читал. Вот у нас в воскресной школе детей спрашивают. Как вы любите Слово Божие? Любим. Все любят. А кто из вас брал и сам читал Слово Божие? Никто практически руку не поднимает. Вот несколько раз задал, а одна девочка начала поднимать, которая постарше. А маленьким, допустим, чуть поменять, одиннадцать лет, двенадцать, им это не надо ничего. Они сами никогда Слово Божие не возьмут. А Слово Божие, Иоанна 12, 48 говорит, что оно нас спасает. Поэтому экзамены нужно, по идее, проходить. Вот то, что Игнатий Тихонович отвечал на вопрос, который поставил 281 у него там еще был, Ермолаев. И он сказал, что вот, 30 человек стоят, если будем говорить не ласкательно к ним, то они все уйдут. И Игнатий Тихонович сказал, что нужно говорить всю эту истину, поднимать планку Евангелия, а не угождать людям. А если человек не знает Евангелия, тогда зачем он стоит? Он так и так пропадет. А ты будешь еще виноват, что стоишь рядом и все знаешь, и подсказать не можешь. Да не подсказать еще надо, а проповедовать главное. Вышли 30 человек эти из храма и начинаем тут же голосствовать. Видишь, что ничего не получается, священник, ну закрой храм, это к тебе относится. Вот не будет литургии, другой-то литургию ведет. Вот на тебе-то, как говорится, свет клином не сошелся. Это как раз, наверное, о священниках поговорка-то. А то каждый спасает мир весь. А где те, которые учат мир? Где, о которых Христос сказал, идите научите? Кто, где? Ну ладно бы, священники оставляли бы после себя учителей. Так вот и учителей-то назвать никто не может. Говорят о старцах, а старцы тоже экзамены не сдавали по Слову Божьему, как мы видим сейчас. Нормально процитировать не могут. Златоуста вообще не знают. Обложенного фефилакта единицы. Златоуста. Да, Сергей Билл, пожалуйста, слушаю вас. Спасибо, Господи. Вот я что думаю своим скудоумием по этому поводу. Ну вот апостол Павел использовал все, чтобы нести Слово Божие. Как вот, будучи, заходил в синагоги, куда не шел. К иудеям сначала нес. Потом на площадях. Везде нес, где мог говорить. Поставили в Ариапаге, в Ариапаге стал говорить о Христе. То есть, ну, я что хочу сказать. Вот брат Игорь много там говорил о современном состоянии церкви. Да, конечно, Господь говорит, я пошлю в последние времена голод. Не голод хлеба, а голод слышания, Слово Божие. Вот. Действительно, оно есть. Оно необходимо. Но надо учитывать, что за время существования церкви она немножко изменилась, сильно изменилась. Оно потеряло, потеряло оно вот это благовестие. Вот. И священник сейчас, он очень загружен многим ненужным. Вот Игнат Игоревич часто говорит, я за то, чтобы причащались подготовленными. В первые века как причащались? Почему христиане, причащаясь каждое воскресенье, были подготовленными? Потому что пребывали все в Слове Божьем. И епископы, и пресвитеры, и миряне. Те, кто приходил слушать. Собственно, это и мирян не было как таковых. Все были там или пророками, или какое-то несли на себе бремя Христово. Все несли. И все пребывали в Слове Божьем. Хотя и написанного-то, собственно, не было, был только Ветхий Завет. И то во всех общинах он не был. Где там, какая книга была, это было очень... Потому что очень дорого стоило все. И книги были отдельные, в одну такую компактную книгу не были собраны. А Новый Завет и написан не был. И пребывали в Слове все. Все пребывали в Слове Божьем. Потому что когда Иуда, апостол, пишет послание Иуды, там он ссылается на многие книги. Потому что христиане в то время знали, знали Писание. Не так, как мы. Вот он ссылается там. И ног седьмой от Адама. А эта книга только в Эфиопской Библии. Книга Еноха. Первая глава, девятый стих. Со тьмами ангелов своих. И там про Моисея, что он спорит о Моисеевом теле. Архангел Михаил с дьяволом. А этой книге вообще даже неизвестно, где она. А он ссылается на нее. Вот. И первые христиане знали. Когда читаешь послание Иуды, там просто удивляешься, какие грамотные были христиане в первые века. А сейчас? Ну, сейчас мы видим вот со временем священник, как он обложен, как он обременен. Чтобы приготовиться к причастию, он должен вычитать сколько молитв. Ну, мы-то по себе знаем. А священник, он причащается чаще. Он должен вычитать там каноны, акафисты. По последнюю причастию. После этого он еще должен отслужить литургию. Потом он просто физически не может. Поэтому должны быть миряне, которые занимаются... В церкви Господь положил, говорит, всех. Первыми пророками, вторыми апостолами. Когда не могли эти самые апостолы проповедовать из-за того, что нужно раздавать хлеб нуждающимся, они избрали деканов, рукоположили и занимайтесь. А мы будем пребывать в Слове Божьем. Так, если бы мы сейчас пребывали в Слове Божьем, то и вот эти вот время было бы достаточно. Не нужно было такой большой подготовки к причастию. То есть только вычитывать. Мы были бы... Все бы с Господом. Действительно отошли. Но... Много было заменено. Потому что вот если пребывали бы в Слове Божьем постоянно, в Слове Божьем, и во время проповеди совершалось бы хлебопреломление бы, то и было бы по-другому. А у нас сейчас отдельно литургия служится. К ней готовится. Потом другие службы там. И священник, он очень-очень утомляется. У него нет времени. Он физически не может просто. Даже если он и хороший. И еще самое главное, что он не научен быть в этом Слове Божьем. Он не научен. Он его плохо знает. Вот. Он... И получается, что... А многие даже о возрождении не слышали. Не знают, что такое возрождение. Ну и поэтому, как бы, получается... А рутина... Вот дьявол через рутину затягивает. И потом сребролюбие к этому прилагается. И все. И... Получается, что искажение. Страшное искажение. Вот церкви. Вот что я хотел сказать. Простите, отошел. Кто-то еще хочет добавить? Не, Типа, сейчас, спасибо. Не, Типа, сейчас, спасибо. Не, Типа, сейчас добавить или дальше пойдем? Слово Божие живо и действенно. Это написано у нас здесь, в доме и в храме. Живо, то есть оно сказано 2000 лет назад и как будто сегодня утром сказано. И действенно, то есть оно должно обязательно проехаться по нам. Оставить след. И вот апостол Павел, там, беседует с людьми. Они говорят, что-то новое влагаешь. Я применяю на сегодняшний день. Если настоящая проповедь будет звучать, но скажут, а какая настоящая? Ну, я сошлюсь... Ярл Николаевич Пейсти. Не православный. Вы просто зарядите, послушайте. Ярл Николаевич Пейсти. Протестантский проповедник. Это первый, которого я услышал 53 года назад. Он из Хельсники передавал. Радиопроповедник. Вот он, если проповедовать будет, мы скажем, похоже на апостола Павла. А вокруг-то люди-то моченые, православные, как бы крещеные считаются. Им поп-то ладошкой мокрый-то стукнут по волосам. И они сразу поймут, это не православный. Сразу же. Потому что по всему будет видно, что этот человек не православный. Он говорить будет точно по Евангелию. Он берется из святых отцов. Православные ничего не знают. Что-то новое влагаешь в наши уши. Тут вот дело-то какое. Что эти язычники знали очень много. Православные-то ничего не знают. Они тупые и мертвые. И кто говорит это? Иоанн Экономцев, архимандрит. Председатель комиссии, назначенный патриархом Алексеем II. Вторым относительно мироточения икон. Не демоны или над нами издеваются. А мы думаем, что это за иконы мироточат. Люди на одной обрядности едут. Вот сейчас Сергей сказал об этом. Батюшки устают. Я говорю, знаете, Господь сказал, идите. Вот на верное воскресенье. И встретится вам человек. И там привязан молодой осленок, на которого никто не садился. Его приведите. Они знали, для чего ведут? Да. Хозяин увидел и сказал, а что вы делаете? Он говорит, для Господа нужен. Это пароль был. Для Господа. Евреи сразу попятят. Хоть за машиной, кто-то чужой сидит за рулем. Да сейчас кто-то сядет и скажет, а мне машина для Господа нужна. Тоже транспортное средство. Но если бы на этом осленке были разные коробки, банки, домашняя утварь. Куда Христа посадишь-то? Вот сегодня осел, осленок, это был прообраз языческих народов. То есть на нас. А ослица, это прообраз еврейского народа. У кого-то надо отключиться. Видите? Скажи кому отключиться там, чтобы не вякало тут. Просто чтобы слушать было, не для разговора. И куда посадить-то Христа? Места-то нет. Он навешали там разных пивные, пустые коробки, там все. И вот сегодня так, обрядоверием разным, мощами там, поясом, что угодно ищут. Христу места нет. И поэтому священник занят другим. Вот я встречаюсь с таким священником. У нас времени нет, я говорю, чем занимаешься? Ну, сегодня вот заказных канонов там 15. Вы понимаете, что такое? Это просчитать 15. Они сделали так. Из одного считают строчку, из другого, из третьего. Отменить это все. Вот уже у Христа маленько от шеи место есть. Но сесть еще нельзя. Дальше. Литургию каждый день отменить. Литургию раз в неделю служить и воскресенье-то. Все. И опросталось место, и Христу есть где сесть. Осленок это мы. Нас загрузили совершенно ненужным. Которые никакого отношения не имеют к христианству. Вот у нас, по которым вы ведете занятия, Новый Завет, трехтомник с толкованием Блаженного Феофилакта, в предисловии говорится, что Блаженный Феофилакт, архиепископ болгарский, живший в 11 веке, он говорит так, что благочестивые христиане, считая, скажут, это баптист. Это какой-то сектант, потому что он, Феофилакт, прямо по Евангелию говорит, а он архиепископ православный, его за православного не могут признать даже. Если вот убрать надпись и говорить, сразу определяют, это баптист. Вот в чем дело-то. Что-то новое влагаешь, когда правильная проповедь новая. О, сектант. Сектант им. Батюшка вдолбил у мозги Манкуртов, то слово сектанта. А сектанта сегодня везде понимают. Секта это православная церковь. Она отсеклась от Евангелия. Отсеченная совершенно. Самая большая секта это московская патриархия. Это я беру из интернета, везде понимают. А патриархи какими только именами не говорят, и там просто страшно сказать. Почему? Допустили. Мы показали это. Что-то новое влагаешь, и Павел начал бы подделаться под их божества. Нет. Прямо говорит. И дальше, как всегда, заканчивается. Не покаяйтесь, все так же погибнете. Ослепили глаза. Вот приходит 28 глава Деяния апостолов. Павел им проповедует. А они пошли, он еще в дорогу крикнул. Исайя правильно сказал. Будете услышать и услышать. И глаза слепились. Слепые. В ад пойдете. Вот что нужно. На первом месте страх Господень. И он об этом, Павел, начал говорить. Я представляю, что Павел говорит на площади базарной у нас в Барнауле. Это примут его православный? Нет. Тем более рукой они крестились. Он просто стоит. Никакой на нем рясы нет. Обыкновенный человек стоит. Павел, малый, старца. Никто бы не принял его. Не то, что за апостола. За православного не посчитают. Мы раздаем Евангелие. Четверо Евангелия. И на первой же странице написано. По благословению патриарха Кирилла. И они не понимают ничего люди. Из храма выходят. Вчера Никиту подцепила там какая-то. Она повела. Она уже патриот. Она не понимает. Она тащит Никиту, как будто паух поймал в уху какую-то. И тащит к священнику. Она не может понять, что он православный или не православный. А это Павел. Павел на площади. А священник его видел. Да я знаю, кто там настоятель. Это бывший секретарь епархии. Беляев. Отец Сергий. Прекрасный священник. Он мое сердце завоевал чем? Когда к нам пришли сюда. Я показал у нас алтарь. Он сразу в алтарь шагнул. Я-то сейчас имею право заходить. Но я не скажу. Шагнул. Упал перед престолом. Помолился и поцеловал. Я его не знаю. Мало. Он мое сердце сразу захватил. Я после архиерея скакал. С каким благоговением он приступил. Понимаете, это редкость такая. А другое говорит священник. Галоши спадает. Так он от престола ногой бьет, чтобы галоши надеть. А то Сергей Желудков пишет об этом. Ну разница-то есть. И вот когда вы считаете. Слово Божие живо и действенно. Примените к себе. Как будет выглядеть настоящая евангельская проповедь. Мы приезжаем. Даем книги. Дарим. Одна из библиотек. Нам говорят. Помните, там у вас примут. Ну ладно, зашли. Женщина начинает что-то крутить. Я говорю. А вы кто такая? Я. Ну мы тут имеем договор с библиотекой. Меня отец Борис поставил проверять книги. Книги проверять? Да как ты их проверишь? Это 38 томов по 752 странице. Ну отца Бориса сейчас нет. Вы тут дня три поживите. Он приедет. Она совершенно... У нас не минуты, секунды. Нам нужно успеть до линии перед поездом проскочить. Заплатим за бензин. У нас человек прыгает на ходу в машину. Каждый день мы проходим тысячу с лишним километров. Она совершенно выбита из скали. Я вижу на них, кто я зашел к директору. А зачем вам послали-то? Так вот так. Я говорю. Вы берете или нет? Мы-то с удовольствием. Ну они нас связали. Но никакое право они не имеют заходить сюда к вам в библиотеку. Это мирская библиотека-то. Вы что делаете-то? Почему вы не баптистским пресетерам отдали это? Не адвентистским? Вот как. То есть народ совершенно ничего не знает. И они хуже этих, которые афиняне желали слушать. Мы в Афинах-то были. Вот как надо рассматривать Слово Божие. Тогда мы будем скорбеть. Господи, Господи. Да мы даже до языческого уровня не достигли. Они заинтересовались. Пойдем. Тут вообще не интересуется. Она вчера схватила его к батюшке. Вот батюшка, если скажет, все приняла. Я в Новосибирске. Храм. Я начинаю после службы, отстоял в вечернюю. Начинаю проповедовать. Сразу народ вокруг собрался, слушают. И около меня тут как бревна лежат. Я присел. И в это время сидим, беседуем-то. И монашка одна рядом. Один подошел сразу. Вы что вы слушаете? А то сектон, еретик. Она от меня вот так, как сорока, попрыгала на бревешке. Ты в сторону. А другой подходит. Да что вы плетете? Он же с отцом Александром пришел. С пивоваром. Да это же православный. А сам монашка опять в эту сторону. Ну, задница сидит на этом, на бревне-то и подпрыгала, опять рядом села. То есть сказали туда, сказали сюда. На костер пойдут, она будет дрова подкладывать в угольки. Народ совершенно обезумевший по наущению людей, которые над ними вверху стоят. Вот горе-то где. Главное-то натравители-то кто? Считайте, Янгус на костре тюльчего стихотворения. В своей непогрешимости греховной. И когда ты дойдешь до этого места, ты скажешь, мы хуже. Мы не заинтересуемся. Мы можем только схватить и казнить. И тогда мы вздрогнем. Какие мы? Надо писание считать, чтобы оно по мне проехалось. Чтобы затрепетала внутренность. Господи, да мы еще до Афинян не доросли. Отошел. Прости, Христос. Аллилуйя. 22-й, 29-й стихи. Деяния апостолов. Александр Мариасов. Считайте. Брат, у меня еще даже не открыли. А, вот все. 22-й, 30-й. По 29-й. А, с 22-го по 29-й. С 23-го? И Став Павел Средиарепана. Ну, я еще не готов. Пускай кто-нибудь брат его читает. Пускай у Кальмаев читал. Или уже там... Попробуй. Попробуй. Ну, благословите мне тогда, что ли, Греша. Ну, а Сергей, благословите. И Став Павел Средиарепага сказал. Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано, неведомому Богу. Всего-то, которое вы не зная, чтите и проповедую вам. Ох, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных рамах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь рот человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предложенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Все или еще одно? Еще одно. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Толкование. Представляется, что апостол как бы хвалит их, а назвал их так по поводу капища. Капище же поставлено было ими по следующей причине. Однажды у Афиняна вспыхнула война с неприятелями. Потерпев поражение, они удалились. И так как у них было в обычае праздновать игры в честь демонов, то один из демонов явился к ним и сказал, что он не видел еще от них никакой себе почести, потому что поэтому он осердился на них и был причиной этого их поражения. Поэтому демону они построили храм и как бы из опасения, чтобы и еще когда-нибудь не случилось с ними того же, если они обойдут какого-либо неведомого имя Бога, поставили капище с надписью «Неведомому Богу», говоря этим, что если есть еще какой-либо иной Бог, которого они не знают, то пусть капище это будет посвящено в честь его. Быть может, он милостив будет к нам, хотя мы не почитаем его, так как не знаем. Полная же надпись на капище была следующая. Богам Азии и Европы и Ливии, Богу неведомому и чуждому. Нашел в городе и книгу божественную, а стоявшее капище и, воспользовавшись надписью на капище, разрушил самое капище. Да что же и оставалось ему делать? Елены все были неверующими. Если бы он стал беседовать с ними на основании евангельского мучения, они стали бы смеяться над ним. Если бы на основании пророков не имели бы доверия к нему, он оружие неприятеля покорил его же оружием. Вот это-то и есть то, что он говорит. С беззаконными быток беззаконный. Увидел капище и надпись на нем обратил свою пользу. А что еще важнее, так это то, что он изменил мнение афинян. Кто же был этот неведомый Бог, как не Христос? Итак, афиняне написали это во имя Христа? Если бы они написали это во имя Христа, то успех Павла в их обращении не представлял бы ничего удивительного. Нет. Они написали это с иной целью. А Павел сумел придать надписи совершенно новое значение. Но следует сказать, ради какого Бога они написали неведомому Богу. Много было у них Богов и своих, и чужих. Об одних из них они получили сведения от матерей, а других от соседних народов. Итак, так как сначала не все Боги сразу были приняты ими, а вводились мало-помалу. Одни их отцами, другие дедами, а иные уже в их время. Но, собравшись вместе, они сказали, что этих Богов прежде мы не знали. А потом, впоследствии, узнали их. Так может, так быть может, есть еще какой-то Бог, которого мы не знаем. И так как не знаем его, хотя он и Бог, то делаем ошибку, перенепрягая его, не почитая его. Поэтому они поставили капище и сделали на нем надпись неведомому Богу, говоря этой надписью, что если еще есть какой-либо иной Бог, которого мы не знаем, так и его мы будем почтить. Обрати внимание на избыток бесобоязненности. Вы почитаете не только тех демонов, которые вам известны, но и тех, которых вы не узнали. И, пленив их, вы направили их умственные взоры на Христа. Афиняне намеревались обвинить Павла, говоря, «Ты вводишь новое учение, вводишь Бога, которого мы не знаем». Поэтому, желая освободиться от подозрений и показать, что он проповедует не нового Бога, но того, которого они прежде него почтили уже служением, говорит, «Вы предупредили меня, ваше служение ему упредило мою проповедь, потому что я возвещаю вам того Бога, которого вы почитаете, не знаю». Сказав одно слово и подорвал все положение философа. Эпикурейцы утверждают, что все произошло само собою и из атома. А он говорит, что мир и все, что в нем – дело Божие. Что бы ни подумали, что проповедуется один из многих их богов, Павел исправляет сказанное, присовокупляя. Не в рукотворенных храмах живет, но в человеческой душе. Итак, что же? Он не жил в Иерусалимском храме? Да, не жил, но действовал. Как же иудеи почитали его при содействии рук? Не при содействии рук, но мыслью. Потому что он, Бог, не требовал чувственного, как бы нуждаясь в этом. Два доказательства божественности. Именно, что Бог ни в чем не нуждается и всем дарует все. Но здесь же Павел показывает и то, что Бог не Отец, а Творец души. Павел показывает, что и не отыскав Господа, они обрели Его. А так как, отыскивая Его, они не находили, то Он показывает также, что Господь так очевиден, как какой-нибудь предмет, рассматриваемый на видимом месте. Потому что невозможно, чтобы небо было здесь, а в другом месте его не было. Невозможно также, чтобы оно было и в это время, а в другое нет. Итак, во всякое время и во всяком месте можно обрести Господа. Бог так устроил, что мы не встречаем препятствия в этом ни со стороны места, ни со стороны времени. То, что небо находится везде и установлено на все времена, особенно сильно действовало на слушателей. Господь так близок к вам, говорит апостол, что без него невозможно жить. Близость Господа доказывает посредством чувственного примера. Невозможно, говорит, не знать, что воздух разлит всюду и находится не только близ каждого из нас, но и в нас самих. То, что мы от Бога получили жизнь, что действуем и не погибаем, все это называют промышлением и попечением Божьим о нас. Одним мудрец Арат сказал о Зевсе. Мы его и род. А апостол говорит это о Творце, не утверждая, что Творец и Зевс одно и то же, да не будет, но предлагая это выражение, собственно, к Творцу, с большой буквы. Как и жертвенник назвал жертвенником Творца, а не того, кого чтили Афиняне. Назвал нас родом Божьим, то есть самыми близкими родственниками, так как от нашего рода Бог благоволел на земле родиться. Заметь, как внес в свою речь предмет сверхчувственный, потому что с представлением о теле мы соединяем их представление о расстоянии. Вот такое пространное толкование на сие место. Пожалуйста, у кого есть вопросы, если на сей счет ничего нету. Игнать Тихонович, скажите что-нибудь нам. Тут такой момент надо оживить для нас. Если мы считаем, а Слово Божие не живо и не действенно, то набирается только голова. Нужно, чтобы это перешло в действие. Казалось, идолы, жертвенник, как можно обрести дорогу к этому и от него повернуть к людям, чтобы они приняли, не отвергая того даже жертвенника, в который они построили, верили, и повернуть прямо ко Христу. Это искусство. Искусство, которым должен обладать не только миссионер, а каждый. Ну а как это? Вот у баптистов был такой рябошар, как его звали. Совершенно никаких у него званий не было, ничего. Но у него была любовь к Богу. И вот он едет с одним там, купец, или кто он там, а тот противится. Ну я же добро делаю. Ну делаешь, когда явно уже не дождик у тебя отберут его. Что ты делаешь-то? Вы понимаете, вы на время как будто оживаете, а потом умираете. Вот так голые уедут на пролетке. Он повернул в сторону там. А весна, и змея выползла, и на пеньке лежит. Он говорит, как вот эта змея, пока разогрелась, она может... А потом ты ужалишь этого же самого крестьяна, которому давал. Даешь под проценты. Мгновенно идет. Я просто скажу из личного опыта. Я очень не люблю ездить, хотя проездил весь свет. Вот у меня сестра живет в Новосибирске, Валя там жила. Ну ладно, как-то, ну мне сына в армию провожать надо быть. Я не могу поехать, некогда. Тогда она находит три причины. Заболел человек знакомый, второго сына в армию забирают. Третья, в школе она работает, договорилась с директором, что мне предоставят всю школу. Вот это серьезно, я сразу собираюсь и еду. Она знает, чем меня вышибет-то. И вот они теперь с директором договорились. В один класс, два-три класса сбивают, там, восьмой, девятый. Вот я там час провожу, через коридор, там, седьмой, восьмой. Я через неделю всю школу обхожу, по три класса там. Просто они кверху ставят, там, ребята сидят вверху. И вот Завуч мне потом говорит, Завуч говорит, я, говорит, хожу за вами всю неделю, и вы везде делаете вступительное слово, и ни разу не повторились. Как это может быть? Я знаю, вступительное слово одинаковое. Я говорю, а я хватаюсь за то, что перед глазами. Вот тут зашли, и написано, экономика должна быть экономной. Все, это тема. В другую зашел, литература, отцы, дети, тургене. Все, тема об отцах и детях. И перевожу к Евангелию. Это Бог так делает. Я зашел, картина Рембрандта висит, и там, картина такого, Геа. Я две картины соединяю вместе, начинаю говорить о вечере, который совершает Господь. Ученики Ротразинов слушают, как этот, Жириновский говорит, провел урок, говорит, они на одном дыхании его слушали. Почему? Учителя скучно, им надоело. Одно и то же, одно и то же, это литургия там или что-то. Вы все это перемените на жизнь. Вот что ты видишь перед тобою? Да ничего я не вижу. Но дорога есть хотя бы, дорога. Начинай говорить от дороги и скажи, я есть путь истинной жизни. Иоанна 14,6. Вот для чего нужно Слово Божие изучать? Чтобы оно было живо, действенно и заговорило с нами. И мы это, растворив веру и Духом Святым, побужденные к этому, людям дали. Чтобы вокруг нас все заговорило. Обыкновенная бездомная собака бежит. Это для меня тема. Они, говорят, как псы. Они бредят лежа, любят спать. О ком говорится? Понимаете? Лежит обыкновенная кошка. С нее начни разговаривать. И сразу припомни, где в Библии об этом говорится. Какую она роль играет. Как это обратить к духовной жизни и с грехами бороться. А так я знаю. А что знаешь-то, когда Слово Божие мертво? Вот на это надо все время обращать внимание. Вот в одной главе, сколько мы нашли примеров, которые жизненно сегодня. О чем говорить? И тогда надо объяснить. Вот это вот сегодня купола, церковь. А вот ты крестик носишь? Да, ношу. А кто на крестике на этом? Все, начали говорить о Христе. Человек только руки сложил, что-то. А почему ты руки так сложил? Это уже проповедь для меня. Вот сейчас сказали, что Христос, это Бог, не живет в рукотворенных храмах. Не в рукотворенных. Но не написано, что Он не живет. Понимаете? Перестановка слов уже все меняет. То есть Он не только в рукотворенных. Он живет, написано, клянущийся жертвенником, клянется там и жертвой жертвенником. И здесь клянется храмом и живущим в нем. В нем. Это говорит Христос. Пророк Исаия. 57 глава. 15 стих. Где Бог? Скажите, где Бог? У Бога три места обитания. Три. Сектанты называют только два. Православное только одно. Три. Ибо так говорит Высокий, с большой буквы, и Превознесенный, с большой буквы, Вечно Живущий, с большой буквы, и Святой, с большой буквы, и Имя Его, с большой буквы, Я, с большой буквы. Перегидывай пальцы. Живу на высоте небес. С этим согласен. Отче наш, Сущий на небесах. И в Освятилище. А он не требует служения рук человеческих. Не в камщике живет. В Освятилище. Освятилище это храм. И третье. Также с сокрушенными и смиренными духом. А с какой целью? Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Смиренные сокрушенные, он оживляет. Вот. Когда мы это узнаем, поймем, что Павел хотел сказать. Переходя от внешнего, он переходит к внутреннего. А люди православные знают, храм, 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 храмом. А храм Вы, храм живой, храм живущего у вас Духа Святого. Вот сколько мы находим в простых, небольших предложениях. Отошел. Да, Александр, давай. Мне кажется, еще суть-то в другом. Многие люди, предполагая себя верующими, выполняем то, что... И дают самооценку себе. Вот я хороший, вот я вот это делаю, вот этим я поступаюсь, вот так я живу. Но дело в том, с кем ты, со Христом ты. Потому что, если человек со Христом, он просыпается с молитвой и засыпается с молитвой. И как вот Иоанн Тихонович сейчас сказал, он во всем видит Христа. То есть, даже работу делаешь, ты делаешь ее для Христа. Если ты говоришь, что каким-то проповедь какую-то несешь, а представь, что сейчас за этим тоже Бог видит все. Правильно ты несешь, дословно ты несешь. А несешь ты для спасения и для своей, как бы... Вот Таисий Святогорец сказал, что Евангелие невозможно увязать со здравым человеческим смыслом, потому что в основе Евангелия лежит любовь, а во здравом человеческом смысле всегда лежит выгода. То есть, вот здесь человек должен искренне жить Христом, искренне проповедовать Христа, не искать никакой выгоды, никакой претенции перед Богом, не заискиваться. Вот я вот об этом хочу сказать. Спасибо, Христос. Игнатий Тихонович, можно попросить вас назвать номер главы пророка Исаии? 57, 15, 57, 5, 7 и 15, 15 стих. Спасибо, Господи. У нас полчаса на вопросы и ответы. Занятия кончились. Вопросы и ответы давайте, если у кого вопросы есть. Исаия, пророк, 57, 15, три места обитания Бога. Крепко за это держись. Спасибо, Господи. Игнатий Тихонович, вот Маковинская, вторая глава, да, Антио, вот когда, не вторая, девятая глава, когда вот он гнался там, и когда вот я Израиля кладбище сделал, и все, все. И когда Господь, вот его уже все придавил, вот на это, когда он с колесницы упал, со своей, когда с него уже черви полезли, и все, и он когда уже показание Господне именуемое, он начал отыгрывать все назад. Вот отыгрывать, отыгрывать все. Я вот так сделаю, я вот так сделаю, я вот так сделаю. Но видишь, что этого не случается. И опять дальше, вот тут он пишет письмо. Вот это письмо написано уже с пониманием страха Божьего, осознание, что действительно, вот этот еврейский народ, он богоизбранный народ. Таково в нем это было? Понимаете, мы считаем только то, что есть. А во внутренний мир, не надо даже говорить, человек, которому уже нож подставлен к горлу. Вот когда человек заболел и принимает крещение, ну уже все. Думал, подожди, время до них не могу, я тут с работы выгонят. И вдруг заболел. И принял крещение, на обязательство клиник. Такого в священники ставить нельзя. Не полноценная вера. И только при великой нужде и особых талантах тогда уже церковь разрешает не ставить. Ему другая цена. И говорит, что вина и лея не повреждай. Хиник, пшеница, два хиникса там сколько за ящмень. Это в откровении говорится. То есть цена ящменя меньше. Вот этот поврежденный, который псил, вот как вот упал с колесницы-то, это уже цена намного меньше. Даже если он искренне все будет делать. Вот иногда говорят, ну вы верующие, я уверовал по Ивангелию 23 года. Ну понимаете, вы верующие, потому что у вас трудность была такая, безвыходное положение. Ну люди так понимают. Я говорю, и как вы узнали? Ну представьте, 23 года. Я служил в морфлоте. Отличное здоровье. Работаю здесь. Учусь, работаю на корабле, учусь в высшем мореходном училище, спортивном, там то другое. Это никакого отношения не имеет. У меня внутри было неудовлетворение. Я люблю, что делаю. Я вижу, все это не то. Я совершенно не знаю, что со мной будет через минуту. Мне нужно примириться с Богом. Я не могу эти слова найти, выразить. И Бог взял, подвел меня и дал мне Слово Божие. Мне никто не говорил, надо верить в Библию. Я заговорил эти слова для меня как с неба орган зазвучали. Хозяева зашли, когда минут через 15 после обеда, я уже готов был склониться и началась новая жизнь. Потому что я по буковке собирал. Вот что нужно, когда у человека есть жажда. А когда нет, его толки, дави. Ну вот, мертвец, мертвый. Его надо перевести, чтобы не нанимать отдельный вагон. Его тащат, и родные говорят, ну ты что-то уж так напился, то ноги-то маленько поднимай и затаскивай, это проводиста не поймет, что они тащат мертвого-то. Они с ним разговаривают, как будто бы. Посадили его рядом и сидят. Двое с двух сторон его подпирают. Ну, ехать-то 3 часа, да. Ну вот один-то отшатнулся зачем-то там, что-то надо было пойти-то. Забыл, что его держат плечами-то. Он и рухнул. Ну и тут и поняли, что везут-то мертвого. Ну, тут заворчали люди, ну ладно, простите вот. Вот так и человек, который не отдал сердце Богу. Он сиди верующий, ходит в храме, он шага шагнуть не может. Он на каждом шагу, батюшка, благостави, батюшка, скажи, батюшка. Иоанн Латаус говорит, научитесь не задавать вопросы. То есть их задавать надо, но надо продвигаться вперед. Нельзя тебе все заучить-то. Дух Божий будет руководить. Вот зайдите на наш сайт, я там отвечаю на 4124 вопроса. Но у меня нет образования никакого. И когда академисты спрашивают, а как вот этот вопрос? Вы читали? Это написано только у Киприана Карфагенского. В руки не брал этой книги. В другом месте говорят, а у Блаженного Августина редкая книга? Как вы могли знать? Не знал я этого. А ответ сошелся, говорит, строчка в строчку. Бог это делает, так как вы не поймете? Вот читает псалтырь у меня, все время читает на русском языке. Ну, я делюсь опытом просто, скажешь, о себе рассказываешь. Вот, считаем. И он считает, а одну букву не так просчитает. Я сразу останавливаю. Считай заново. А как вы знаете все? Не знаю. Мой слух не пропускает. Эта буква одна измененная была. Понимаете? Считает пророка какого-то. Как вы могли узнать, что неправильно произнесено? Я не могу это объяснить. Это Бог делает. Я его люблю. И голос его я отличаю от того. Он не сходится с Божьим голосом. Первокарта не пропускает, издается другой звук. Это любить Бога надо. Я могу делиться этой любовью. Как ко мне сейчас один зашел поговорить. Он там в Майлру был и начал городить, такое ругать меня и такое, что совсем. Я его в черный список занес. Закон вышел через скайп. И опять любовь, любовь. Ну, я потом выставлю. Игорь Панков. Теперь я ему показываю, что такое любовь. Начинается со страха Божия. Начало мудрости и страха Божий. Нет страха Божия. Игнатий Бринчинов говорит, начни сначала. Ничего в тебе нету. Это обман. Ты ум свой держи в аде, как Пимен Великий говорит. Если я умру, а потом любовь придет, ты испугался. Я не спасусь. Христова рука пронзенная к тебе. И он тебя этой пронзенной рукой вытаскивает из тинистого болота. И не на чем встать, как вопиял Давид. А вот теперь и любовь. Ну, как любить, когда я его не знаю? Я его потому и люблю, что я узнал, он меня из ада вытащил. Пожалуйста. Вопросы задавайте, кто есть. Ну, Лариса, давай, задавай. Можно? Все. Игнатий Ильич, вот вопрос у меня к вам. Давай. Ну, вот там все говорят, говорят о том, как благовестовать правильно, как там неправильно. Ну, а вы как смотрите на благовестие, которое братья приносят там? Вы же просматриваете ролики? Я просматриваю все до одного ролика. А потом, потом его это... Паша как бы... Ну, говорят, вот что это вы Евангелие раздаете? Что это у вас там делается? Ну, неплохо, нормально. Ну, или как вот? Вы как вот благовестник уже... Понимаете, тут несколько вариантов к этому. Евангелие даете, это похвально. Но как к этому что сказать? Просто человек выходит, возьмите. Я так стараюсь не давать. Хоть немного надо рассказать. Имеет ли он дома Евангелие? Верит ли в Бога? Желает ли получить как подарок? Там что-то сказать немного надо. Хоть немножко сказать. Иногда один стоит, громко читает, а другие в это время останавливаются там люди. Но им говорят, вы хотели бы иметь такую книгу? Тогда дать. То, что даете, раздаете, это может быть больше, чем апостолы проповедуют. Да как так можно? Очень просто. Если письменности нет, как Кирилл и Мефодий говорили, если мы идем к славянам, а у них нет азбуки, это вилами по воде писать. Надо сначала азбуку дать. А вот когда написанное, ты им даешь, а ты поговорил, с пятого на десятого ухватили. А ты даешь Евангелие. Не один Матфей пришел, а вместе с ним пришел и Марк. И не Марк только, на Лука пришел, Иоанн. И вы четыре евангелиста пришли, написали и дали. Это такое сокровище. В любой день, вечером, на досуге, в Бибисоннице, можно прочитать. Выше этого ничего уже нету. Но к этому несколько слов надо сказать. И не слушайте, когда говорят, ну, подумаешь, раздавали какое-то благовестие. На самой Евангелии благовестие. Я подарил благовестие от четырех евангелистов. А чтобы дать площадь, поговорить, это не всегда удается. Бывает иногда и на площади говорить и в храме, на вокзале, и в поезде. Но и дать что-то, чтобы осталось в руках. Ну, сейчас легко. Мы даем вот визитки, люди заходят на сайт, на форумы. А как вот, когда вот мы читали, может, какой-то совет со стороны? Потому что вот люди-то идут иногда, и много людей, а потом раз, прекращается поток. Ну, прекратить-то на чтение, или как? Подождать опять людей, или для ангелов, что продолжать там заведенную? Приближается Пасха Христова. И вот, вышел архиерея, он проповедник такой, митрополит-то, посмотрел, там никого нет, там у свечного ящика стоят, два человека не видят, и одна бабушка стоит. И он думает, что я буду время тратить, ты так устал-то там, и домой-то. Ну, и идет, а бабушка-то не видит, развернулась, идет и про себя бурчит, так как любая бабка. Вот, такую даль ехала, на другой конец Москвы, сказали, проповедуют здесь, да везде они не проповедуют, сама с собой-то, старая-то любит говорить-то. А он идет, это все слышит, это, говорит, слова бабушки, это для меня был отрезвляющий душ. Я пренебрег бабушке, Христос не пренебрег самарянкой Фатиной, Светланой, около колодца. Она идет и наговаривает, всю Москву проехала, услышала такой хороший проповедник, а он ничего не говорит, такой же молчун, отмахал кадилом, лишь бы кадила в руках ходила. Ну и все, как петух, прокукарекал, там век не святай. И она все, бабка-то это ворщит, а для него это было отрезвляющим. Вот как. Хотя бы один был человек, Шарльз Пержин, это король проповедников был, но он из баптистов. Интересно, когда иногда задают письма, там несколько вопросов, кто ваш любимый автор, какая книга главная. Ну и Фридриху Энгельсу задавали вопрос, который близкий, и он ответил, кто самая нелюбимая личность. Он сразу ответил, Шарльз Пержин, потому что того слушали тысячи людей, а этого два-три человека. И вот он, когда готовится к проповеди, ну в своем молитвенном доме, поставил ложки, на подоконник, людей-то нету, и первую проповедь начинает говорить, который потом вечером скажет, вы только к себе гребете, нисколько не думайте о других, всю жизнь насытиться никак не можете. А там под окнами сели трое, выпивают, только стали раскладывать, и у них бутылка-то в руках замерла, а он их кроет и кроет. Один зашел, сразу покаялся. Один-то из трех, а другой надо же. А он окошко-то приоткрыто маленько, и он и наворачивает на эти, на ложки-то. Все норовить и больше захватить. Через край валится, все вам мало, олигархи нашлись мне. Вот как. Он ложком проповедовал-то. А у нас живые люди стоят, и в глазах порошинки нету. Не видят людей. Да ты скажи так, чтобы любая бабушка поняла, это для нее он говорит. Это к ней слово Божие. Вот как. У меня было такое в Потеряевке. Я говорил слово, а Миша Никитин вышел, и ко мне сразу, вот это все батюшка, все на исповеди-то узнает, и все вам пересказал, а вы говорите теперь. Батюшка тайну исповеди открыл, а там священник был, отец Александр Желтухин, Миша, а я думал, он Игнатий про меня все рассказывает. Это слово Божие, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа с составов и мозгов, и судит намерения сердечные и мысли. Живое слово, когда оно сказано в Духе Святом, с огнем, ты люби его. Вы просто, я не знаю, все знают или нет, что такое живая аудитория, когда едешь. Вот мы в поезде раньше ездили, общим вагоном. Проводники не могут пройти по вагону. Милиционера позвали, милиционер дошел, сел рядом, всю дорогу никуда не идет. Где бы ты ни заговорил, в Эрмитаж или где, забито все. Весь, заходят, заходят, а выхода нету, все стоят, слушают. Тогда уже просят, ну выйдите на улицу, нам билеты продавать, а зайти-то люди не могут в Исаакиевский собор, или в Третьяковскую галерею-то. Бог это делает, это не человек, человеку это нельзя сделать. Что означает иметь власть, власть от Бога? Чтобы Слово Божие было сказано в силе и духе Святом. Мы должны отойти от этого занятия другими, сколько мы услышали, так и в богослужении. Выйти другими, мы так много слышали. Ты не знаешь, кому сказать, у тебя ребенок есть, наговаривай ему. Сколько талантов вокруг похоронено, раскопай это. Минуты, чтобы мозги твои не были в бездействии. Даже ложиться спать, и то помолись от огня, от пожара, от воров, от нечистой силы. Сохрани, Господи, если можно, Владыка Святый. Тебе, Господи, с нами и говорить-то некогда в суете, а уж ночью-то я спокоен. Через сновидение в разумление подай мне, если угодно. Ну, найди Богу ласковые слова-то, ну, скажи ему. Еще можно вопрос задать? Можно. Ну, вот как всегда, в Рождество встречали, и Патриарх, дай Бог ему, еще здравия духовного больше, вышел, и народу начал опять говорить проповедь. Я вот слушаю его, и думаю, ну, неужели народ, который вот, наш, это русский сегодняшний, вот понимает то, что он говорит? Я понимаю, вот, Господь, он выбрал для людей такие слова, и отдал нам Евангелие, чтобы человек уж точно осознал и понял, там так и говорится, что он пришел закон исполнить, а не нарушить. Поэтому для народа все принес. Но вот Патриарх наш, который, мне кажется, он же без слова Божьего должен с шага не ступить. Почему у него-то этих ласковых слов-то для народа не находятся в Божии? Почему он пытается все слова Енисица Христа переводить, как ему кажется, на понятный сегодняшний для народа язык? А не говорить просто прям местами Писания, цитируя, и в золотоусте, и мы, естественно, Евангелие говорят. Ну, вопрос-то не ко мне, а к Патриарху. Ну, я как понимаю, потому что это грамота. Он доктор богословия. Мне-то просто говорить с народом, потому что я неграмотный. Он говорит для народа. Он как раз для народа-то и не говорит. Он говорит для интеллигенции, которая вокруг него стоит. Он говорит так, что любой восхитится, как у него дикция поставлена. Он очень грамотный, умный. А Евангелие, ну, сочтут мракобесом. Вот этот вспоминает посол, там, где они в Швейцарии были, там, мы, говорит, с Кириллом знакомые, он очень хороший, вместе на лыжах катались. А другой спрашивает, это в газете пишут, в интервью, ну, а о Боге беседовали? О Боге? Нет, никогда. Почему никогда-то? А я коммунист. Ну, к тебе как раз и надо теперь просвещать, тросты коммуниста. С коммунистом-то и надо так разговаривать. Вот я просто к своему опыту говорю. Я беседую, кто в тюрьме сидели, за слово Божие, Глеб Якунин, семь лет отбывал, Зоя Крахмальникова, Баптист. Я говорю, вас вербовали, эти, КГБ-то-то? Да. Предлагали, отец Глеб говорит. Только скажите, кто этот доклад Фурова из Центрального комитета выкрал, мы полсрока вам скостим. Я говорю, а мне никогда не предлагали. А почему? Да потому что первый допрос я следователя обращаю, а не он меня. Только начали говорить и все. Рассчитано 15 минут, а мы сидим 2 часа с ним. А Боге ему рассказать надо. Раз он попался, я уже не выпущу отсюда. Аминь. У меня была презентация книг была в университете. Да кто пришел? Политработник, начальник политоотдела тюрьмы Ульяновский. Да как он улыбается, обнимается. Следователь у меня обратился, покаялся. Полное крещение стерекратное. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Он меня все вызывал и расспрашивал там. Сидим, сколько с ним беседовал. Он меня утешал. Статья-то ваша не такая трудная. Ну а ты скажи, с Китаем война будет. Дальше. А вот Михаил Мещеный, что про него написано? Я говорю, до слова Мещеный нет даже такого в Библии. Но это про Горбачева тогда они. Где бы ты ни был, обязательно от тебя будет запах живительный на жизнь или смертоносый на смерть. Я каждому говорю, с кем беседую, сегодня важный день. Сегодня ты решаешь, перейти Рубикон или нет. Отдашь ли сердце Богу. Но это самый счастливый день в вашей жизни. Но если вы не примете Христа, это самый несчастный день. Больше вам Бог ничего не скажет, как Фесту. Он думал, что Павел дашь что-то ему, а на другой дальше Феликс сместили его. Мы считаем, с апостолом Павлом было. Момент сейчас сказать. Скажи. Так, чтобы врубились эти слова. Вот так. Ну еще про Игоря хочу сказать. Я тут заходил недавно в закрытое заведение такое и говорю, вот мне надо охранник, не подождите, со мной не надо об этом. Я говорю, ну позовите тогда директора, начальника, кто здесь. Я вот о слове Божьем, о Библии. Я говорю, вот я поговорю, приходит женщина, вы что хотели? Я говорю, с вами договориться, чтобы прийти, потом рассказать вам о Боге здесь, то все о Христе, о православии. Она говорит, а у вас благословение-то есть? Ну видно, что неведущие люди. Я говорю, есть у меня. Православное. Есть, говорю, от кого благословение? Я говорю, от Марка 16 глава 15 стих. Она говорит, нет, от этого не пойдет, нам надо от епископа. Вот от сзади Библии. Вот видите-ка. Просто люди даже не знают, кто богослов, кто Евангелие составлено, с чьих Евангелия. Они даже не знают о Марке. Мы ездили... А вот еще вопрос хотел задать. Я сейчас объясню. Подожди, Игорь. Я сейчас объясню. Мы ездили в Клочке Ребрихинского района здесь. Ездили на 8 машинах, 46 человек. Ну и с нами поехал корреспондент, он председатель журналиста Полтайского края. Тепляков Сергей Александрович. Ну и он стал писать статью, он как нештатный корреспондент, еще и газеты «Известия». А ему сразу позвонили, а кто благословил его? Это слово «благословил» — это игра. Вот порнографический фильм, если сверху крестик поставили, все, смотрите, ешьте. Он говорит, да Бог же благословил, идите по всему миру. Он у нас-то набрался всего этого-то. И потом говорит, так статью и не приняли. Так я его поместил, для слова Божия нет уз, во втором издании. Сошьем Россию из клочков. А село Клочки называется. Вот интересно как. Ты никогда на это не смотри. Меня спрашивают, а как лучше сначала объяснить, а потом почитать Евангелие? Я говорю, нет. Вы прям берите Евангелие. Понятно, непонятно. Считайте. Только знай, что считать. Считай. Ты это как тараном пробиваешь брешь. Брешь, то есть пролом в стене. И туда теперь вводи свои войска. Теперь поясняй, связывай с жизнью. Но сначала прочитай Слово Божие. Вы не знаете, значит, силу Слова Божия. Слово Божие — это не буквы. Я не знаю, как оно что прожигает, то сатана знает. Вот он ко Христу приступает. А вот сделай. В пустыне камни хлебами. Ну, Христос бы сказал, отойди просто. Нет, он говорит, не хлебом единым жив будет человек, запитая, но всяким словом, исходящим из уст Божий, второзакония. Сатана в ответ ни одного слова не говорит. Почему эти слова пробили его? Христос говорит, как написано? И опять на вершину царства мира показал. Все отдам тебе, поклонись. Христос говорит, написано. Господу Богу твоему поклоняйся. Христос мог бы сказать, он сам Бог, сам автор Библии. Но он говорит, написано, что написано в Святой Библии. И сатана снова не возражает. А человек начинает языком что-то ворочать. Сатана знает. Бесы веруют и трепещут. А люди не веруют и не трепещут. И третье, когда понял, зашел Христос на крыло храма, бросит, на руках понесут. Сатана живые помощи считает. А люди, не зная это, думают, я буду считать молитву, отобьюсь. Он на крест залез и сидит, ногами хлопает. Копытом и стучит на кресте. Он не боится ничего. Он боится только смирения, любви друг к другу. Он терпеть не может. Терпеть не могу смирение. А Христос сказал, не искушай Господа Бога. Вот вы дальше начали говорить, а кто там были эти люди, какие таланты. У нас придумали мирской человек. Нет в Библии мирской. Это может, у нас может половина пророков. Ревнуйте о дарах, что пророчествовать Павел. Говорит, сегодня вообще этого не знают. То есть говорит слово живительное. Глаголом жги сердца людей, как Александр Сергеевич Пушкин писал. Считай Лермонтова, пророк, когда он идет, вот смотрите, как жалок нищ, он как презирает все его. Дети камни кидают. Но все переменится. Ты пророк. Потому что ты проповедуешь. Пророк знает, что было, знает сегодняшнее и проглядывает в будущее. А вот что будет сейчас? Турция, война будет. А у нас тут знаешь, сколько мусульман. Сегодня если они поднимутся, это больше, чем все милиции и вооруженных сил в России в несколько раз больше их. Россию на клочки разнесут сразу. А ты скажешь, а Бог? А Бог? Так а мусульман-то 2 миллиарда? А Бог? Ни одного не будет. Над всем миром будет еврей из колена данного. Три с половиной года. И все ему покорятся. Все мусульмане придут. А до чего же тогда допустили, что воюют, головы режут, для того, чтобы создать неуверенность, чтобы все народы застанали. Там взрывают, в метро взрывают. ИГИЛ там все это рушится. Это специально делают, специально делают. Чтобы все застанали и сказали, дайте царя нам настоящего. А вот он, антихрист при дверях. Чтобы его возжелали. А он их всех на учете держит. В течение одного месяца ни одного не будет. Все головы отлетят. Свои выдадут. Надо понимать. Вот это пророческий глаз скажут сразу. Был среди нас пророк. Говорите. Говорите. Умите ли в последнее время, что Путин сейчас не с патриархом молится, как раньше стоял, а вот по каким-то деревьям, ну, этим, населенным пунктам все, в мелких церквах таких, храмах. Я вам вопрос задам тогда. Скажите, почему Путин с патриархом все время? Хотя он, как отец нации, как гарант конституции, он одинаково должен относиться к буддистам, к мусульманам, к старообрядцам, к баптистам, к адвентистам. Почему? Даже Риховский у него не ближе, чем патриарх. Ладно, православие прошлое. Но давайте вообразим. Что будет, если Барак Обама сегодня будет не протестантом, как он там с ними вместе там, а скажет, я с православными, а там же зарубежная церковь, как на него посмотрят? Вот то же самое и здесь. А они политики. Он делает не потому, что так верует, а это необходимо ему для поддержания порядка, имиджа и авторитет. Церковь-то имеет какое-то влияние? Сказали, голосуют за коммунистов. Папы прям с кафедры звали. Голосуют за коммунистов. Прямо сатане поклоняться зовут. Сто миллионов погубили опять за коммунистов. Понятно, что если бы искали они настоящих верующих, то никак не на православные, говорит, поставили. Не на эту карту ставили. Я мирским языком скажу. Они бы искали другое. Какое учение? Сказали, я православные буду с такими архиереями, которые точно по Евангелию проповедуют. Пусть православие будет. Но не такое, чтобы нигде Слово Божие не было слышно. Слово Библия, Слово Святая Библия у патриарха не прозвучало за год ни одного разу. Ни разу. Ни одного, может быть, предложения из Евангелия не прочитать, что нормально. Кошмар. Даже, кажется, он креститься хуже начал, Путин. Раньше так четко, а теперь как-то размазано так. За Путина надо молиться. Он очень мудрый в этом деле. Поступает как... Смотри, как он в зарубежной церкви это расправились. Одновременно 340 пунктов у него, агипутов по всему миру. Это великий сотрудник как КГБ. Как писала Зоя Крахманика, человек с искореженной совестью. Но ему надо руководить. Мы должны молиться о нем, чтобы не было покушения на него. А по совести его ни один политик по совести не может работать. не может. По совести... Как по совести-то, когда все бессовестно везде. Олигархи знают, что страну разворовали и одного там трепют. И они все должны отдать свое. Награбленное-то. Почему чубайцы не заберут, остальное? Вот и все. Ну и нефть тоже, по идее, вся народу должна принадлежать, как в Саудовской Аравии. От шеи достаётся каждому же. И здесь в России должно. Почему одни олигархи? Я вот вопрос ответил. Ну да. Вот всё на этом. Спасибо, Христос. Наверное, всё уже у нас скончается. Считайте сами Библию. Заходите на наш YouTube. YouTube. Зарядите открытым оком во свете Библии. Там больше 4 тысяч наших роликов. Что мы говорим, вот это всё выставляется. Михаил Дальмаев вопрос. За вчерашний день у нас получилось 10 роликов выставили. И концерт, и как считал Игорь там, Иоанна Златоуста в храме вчера на Рождество. У нас всё уже выставлено. Всё выставлено. Михаил Дальмаев. Вопрос Михаил. Потом Сергеев. Ещё время маленькое есть, Игнать Тихонович. Давай. Ну вот я хотел спросить у вас о славе Божией. Слава Господне. Не могли священники стоять на служении по причине облака? Ибо слава Господня наполнила храм Господний. Да. Вот скажите, слава Господня, это что, сегодня она и наполняет храмы или нет? И как это понимать? Видимо, что не могли стоять священники, что Бог принял этот храм, где любой иноземец будет простирать тебе руки и просить, и ты услышь его, Соломон молился. Это так действительно. А в эти храмы, которые сегодня, или там это, мира, патриарх там сверху, или кто там освящает храмы, и прочее, сегодня этого нет. Раньше было так, апостолы возлагали руки, а сейчас мира, миром помажут, печать дара Духа Святого, а там ничего и нет, может быть. Почему Феофан Затворник говорит, священник или епископ говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю. Что будет утверждено? Так Бог не просто говорит, не благословляю, а я проклинаю ваши благословения. Их надо бояться даже. А кто это говорит? Малахия, третья глава. Это никогда в церкви не считают. Никогда. И что причащаются когда? И вместо причастия щерки в рот уголь толкают. Это 17 января. Житие Макария Александрийска никогда не считают. Вообще не считают. И что больные по больницам, кто причащался недостойно, и умирает раньше срока, причащались недостойно. Вообще об этом не говорят. А если говорить, тебя любить не будут. А ты говори. Все, однако. Еще вопрос. Игнат Тихонович, а можно к нашей группе, которая сейчас изучает все написание, еще присоединятся люди по скайпу? Это вопрос к Сергею. Я к нему до этого звонил, там в 20 часов, он не это спросит его. Можно или нельзя? Можно. Можно, да? Но если будет больше 10, тогда видео не будет. Оно будет перескакивать, оно все равно будет появляться. А вот теперь смотрите, вы можете каждый организовать себе на 10. Вот нас 10. Каждый организуйте отдельно, там на понедельник, на вторник. И у вас будет еще 10. И уже будет 10 на 10 100. Ну, это хорошо в будущем. А сюда можно присоединиться к нам? Ну, ответили, больше 9 нежелательно. Нас не будет видно. Да можно, можно. Она прискакивает, просто видела снимок. Будет прискакивать и все. Не, можно. Зато люди будут слушать, могут что-то понимать. Как же так? Можно. Я отвечаю, можно. Я организатор, можно. Спасибо, Господи. Если там одно занятие увидим, что придет 15, и на следующем 15 я заплачу, и у нас будет у всех видео. Пока нету смысла мне заплатить, потому что нету 10. Больше 10 не набираемся. Нет, Сережа, не надо платить. Я совет тебе даю, не надо. А я ваш совет не принимаю. Твое дело. У меня есть деньги, Бог благословил. Да подождите, пока еще не делите кушкуру неубитого миления. Да, я... Он же не один будет платить Игнативный. Тут найдутся, сбросим сервис. Это мелочи все. Кого там деньги? Там деньги, там 300 рублей. Не знаю, ну да. Брат, а... Скажешь на твоем номере телефон? Да. На твоем номере телефон? Да. Главное, рядом не видят, а далеко из интересных. У нас так вот. Как бы был, говорит, я в то время пророка, я бы не убил его, а теперь памятник ставим. Аминь. Спасибо. У вас вопроса есть? Что имеем, не храним потерявшим. Да, давайте молимся. Дева днествия существенного сейчас поем. Дева днествия существенного рождает, и земля вновь славу приносит, усидел и спасает слава своего гаданого как пьяное застолье. Благословая, Тихо 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 Тихо. Плохо слышно. Господи Божий наш, Ты дивно великий, слава Тебе, рожденный в Ефреемских истлях. Ты открылся нам в святости Твоей. Откройся многим, что Ты есть истинный Бог и спаситель наш. Родных и близких не познавших Тебя обрати. Мужчина, сценить это драгоценное время и даруй духовное рождение свыше патриархам, папам, епископам, священникам и простолюдинам. И нас помилуй, путеводи нас Духом Твоим Святым в землю правды. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Христос. С Родистом Христом. С Родистом Христом. Отвечайте. С Богом. С Богом. Вот так. Все.